настал заключительный день нашего путешествия на корабле в обед мы уже после обеда сойдем самаре теплоход естественно поплывет дальше пока что мы причаливаем на причал поселка винновка здесь находится монастырь мужской и много всякого такого интересного старого сейчас пройдемся немножко и а и и и и но тут видно что в жизнь идет ведется строительство много где в целом есть неплохие участки и дома и вот мы дошли почти что до конца и тишина безмятежности покой вот что тут царит так и было написано в нашей программке мы дошли до конца это довольно таки на возвышенности но мы собираемся подняться еще немножко выше вот этому холму просто по кустам потому что почему бы и нет на границе поселка винновка поднимаемся по склону в поисках каких-нибудь видов и вот до вершины этого холма мы добрались вот такой вид открывается в конце концов с этих холмов на весь поселок на местность который его окружает и на монастырь к нам подходит герцог а нам пора уходить мы говорим этому прекрасному теплоходу до свидания до до новых встреч нам было хорошо вместе все как бы там ни было это самара покажет ничего не понятно у нас здесь очень мало времени по большому счету это просто такой перевалочный пункт чтобы с корабля высадится на бал обратно в поезда достаточно много судов похожих ездит здесь ходит а куда пойдем мы город но давай теплоход удачного тебе дальнейшего плавания нам очень очень понравилось на борту теплохода он остается хорошим парнем ну а мы начинаем свое самое любимое лестнице лестницы вверх лестницы вверх это просто для героев кого ноги отдохнули от трехдневного круиза круиза вот это для нас пора вспоминать что такое ходить по суше вот старый дом на нем не навешана реклама вот старые дома у них есть фасады нормальные они не выглядят как обруб обрушившиеся страшные заброшки короче с первых минут нам уже нравится первое впечатление как мы говорили весьма хороши мы только вышли пока что вышли да и нормальные местности нас окружают вот тоже старые дома но только другие поднимаемся выше поднимаемся выше пожалуйста никакого вот ничего все красиво юля отстает тем не менее фасады не загажены никакой рекламы даже если они старые они выглядят аккуратными если они обшарпаны значит они аутентичные обшарпаны вот таким вот образом но это офигенно здесь нету лепнина даже если вот заброшка плана культурная все так можно выразиться может конечно это заслуга чемпионата но тогда получается что это было абсолютное благо потому что здесь все выглядит нормально приятно аккуратно короче нам нравится крутые здесь штуки есть времени мало поэтому прыгаем в трамвай совершенно однозначно пока что придраться сложно самара космическая но этим в принципе можно было бы ограничиться описывая город а кстати любителям зданий может быть интересны такие 16 этажки с характерными балкончиками здесь они тоже есть но мы пока что здесь вот для ракеты есть вариант зайти под ракету мы нашли здесь вот такое вот бесплатное свободное библиотечное место я взял вот такую себе книгу вот такую книгу находится прямо возле ракеты мне очень понравилось круто воду себе в пакет отправлю это домой потому что тащить собой до конца путешествия я не могу да тяжеловато будет веки истории выпуск продукции выпуск часов марки зим выпуск часов марки победа станко строение медицинская техника автомобильная промышленность мая 2007 года завершён трудовой путь завода достижение двухтысячных все проёбанно юра мы все прозрали хи 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 вот она обитель любителей жигулей я здесь был чистый пляж фонтанчики широкая река надо признать что здесь круто самаре есть метро время закрыть еще одну галочку стоимость проезда двадцать восемь рублей вот по жетончикам сейчас разберемся а эскалаторы вообще же здесь станций немного все они напрямую пересадок нет нас ждет вот станцию довольно узкий так классика станция с довольно странным для не местного человека названием безымянка всегда мне было интересно почему она так называются я бы даже сказал что это именно авиационная тематика здесь заводы авиационные авиационные битвы и все что с этим связано именно самолеты в основном фигурируют осторожно двери закрываются вау мы сочли эту станцию самой интересной и решили выйти на ней станция гагаринс вот это прикольно конечно короче станция космос выходим на поверхность ну родные не кусаетесь давно я вас не видел в москве уже все это по сносили в остальном же плюс-минус как везде советские дома но в принципе здесь достаточно чисто везде ну дороги не везде но где не везде там делают и в целом достаточно все опрятно все равно ходит трамвай ну здесь как раз просто ремонт видите поэтому а так все плюс-минус привычно самарские контрасты йоу это вокзал честно говоря он вызывает довольно смешанные чувства какой-то он чересчур блин современный мягко говоря ну короче совсем не классического толка скажем так мягко скажем перед своим отъездом мы хотим сказать что целом нам понравилось тут самара хороший город я могла бы здесь жить пожалуй что да интересный исторический центр нам вообще понравился метро гагаринское метро очень красивая станция да короче если немножко отойти от системы с оценками то да просто здесь нормально мне кажется что здесь жить можно хороший видите суслика он есть вот там стеклянном павильоне стоит паровоз очень я его не сразу заметил вот но пойти к нему я уже не могу потому что он во-первых под стеклом во вторых он через вот это все а нам пора идти на поезд вообще хотел посетить здесь железнодорожный музей но вообще не было никаких вариантов потому что когда мы приплыли он через полчаса закрылся по времени так что уже до музеями мне что-то пока не очень везет так где же наш хвост его нет а вот он куда спрятался отлично какой у нас вагон спасибо вам большое я вас сниму на память опа наверное нет спасибо приятный такой человек я не знаю прям такая лапочка так нас встретила казань а а а а а